Конец лета отдувается за всю пору. Экстремальная жара держится уже несколько дней и, по прогнозам, комфортные 25 ожидаются только на следующей неделе. Одни с трудом изнывают от зашкалов на термометре, другие только рады. Ты напью? Да. Пью часто. Водичку обязательно, чтобы не было обезвоживание. А так нужно радоваться погоде. Мы же все ждали тепла, правильно? Внутренне себя настраиваю. Я люблю песни петь, и я пою. У природы нет плохой погоды. На фруктах сидим, да. Между прочим, когда не переедаешь, то легко переносишь только в погоду. Мочишь футболку дома, если находишься, одеваешь мокрую футболку. Если, допустим, сидишь, можно полотенцем обернуться мокрым. На улице стараешься ходить по зенечку. Постоянно пьем воду, постоянно. Даже сейчас квас поставили, бочечку. Пожалуйста, может, здесь квас у нас есть. Ну, люди как-то спасаются от этой жары. При выборе одежды для прогулки предпочтение следует отдавать натуральным тканям светлых оттенков. Открытая обувь и головной убор также уберегут от перегрева. А солнцезащитные очки и крем защитят от влияния ультрафиолетовых лучей. Самое важное в жаркую погоду – соблюдать питьевой режим. В день необходимо выпивать не менее полтора литра воды. От кофе, козировки и алкоголя лучше отказаться. В сторону стоит отложить и сладости, исключить острую жирную пищу. В рационе должно быть больше овощей и фруктов. С интенсивными физическими нагрузками лучше тоже повременить. «Спасатели рекомендуют беречь себя в жаркую погоду. Помните, что самое жаркое время с 12 часов до 4 дня желательно переждать дома в тени. По возможности не отправляться в дальние поездки». На пляжах настоящий ажиотаж. В Бобруйске можно купаться только на побережье в центре города, в Приберезинском микрорайоне и около здравницы имени Ленина. Здесь взяты пробы воды, оборудованы раздевалки, душевые и туалеты. Есть питьевые, фонтанчики, работает прокат шезлонгов и зонтиков. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.